Город удобный для каждого. Именно таким должен быть Брест. И в этом направлении сделано и делается немало. Пешеходные переходы с тактильными наземными указателями появляются на многих улицах областного центра. А бордюры специально занижают, чтобы для пожилых или людей с инвалидностью перейти дорогу не становилось невыполнимой миссией. В пределах улиц Карла Маркса, Арджиникидзе и Мицкевича появился целый пешеходный маршрут для слабовидящих людей. Это связано в первую очередь с созданием доступной среды для людей с инвалидностью. В те прошлые годы в основном работы выполнялись у нас район Восток, улица Московская, Машерова. В текущем году начаты работы именно в центральной части города. И они будем продолжать, планируем, что продолжим в следующем году. Всего за эти пять лет выполнены работы на 552 пешеходных переходах. В 2019 году видоизменилось 170 пешеходных переходов. В нынешнем уже занижены бордюры на 148. За первый месяц зимы специалисты Брестского ДЭПа, в том случае, если позволят погодные условия, выполняют работы по занижению бордюров еще на 15 переходах на улицах Гоголя, Луцкой и Ясеневой. Одновременно происходит устройство пешеходных переходов с применением ярко-желтых тактильных указателей. Правда, для того, чтобы сделать реновацию качественно, нужно привлечь тех, кто не понаслышке знает, как бывает трудно преодолеть бордюрный барьер. Это, безусловно, очень важная работа. И тут есть несколько таких целевых групп. Это первое – это люди с инвалидностью, это родители с маленькими детьми в колясках, и, безусловно, это велосипедисты, которым тоже необходимы, согласно строительным нормам, бордюры, которые должны равняться нулю. И на данный момент большинство работ, которые мы анализируем, проводятся хорошо. Понижение бордюров происходит согласно строительным нормам, то есть понижение в ноль происходит бордюрного камня. Но есть пару нюансов, которые, на мой взгляд, системные. И системные они из-за того, что снова-таки процесс планирования и приемки работ не включены целевые группы, в том числе, например, велосипедисты. Активное участие со стороны целевых групп сможет помочь сделать занижение бордюров правильным и качественным, а значит, избавит специалистов дорожно-эксплуатационной службы от недовольств со стороны горожан.